Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 24 октября. Житие преподобного Орефа Печерского. Поистине достойно и праведно всегда благодарить Бога не только за неспосылаемое благо, но и за злоключение. Ибо последнее не для одних лишь праведников умножает благодать, как это было Сиевом, но и великого грешника преобразует в совершенного святого. Примером всего является преподобный Орефа, о коем самовидец преподобного, блаженный епископ Симон, так свидетельствует. Был в Печерском монастыре некий инок по имени Орефа, родом из города Полоцка. В своей келье он хранил тайно большие богатства, но насколько был одержим страстью, скупостью, что никогда не подавал в милостыню нищему ни одной монеты и даже на собственные нужды ничего не тратил. Однажды ночью пришли воры и украли все его богатство. Тогда он от большой скорби и печали едва не лишился жизни. Во время поисков украденного он стал нападать на неповинных и многих притеснял несправедливо. Вся братья молила его прекратить такие розыски и утешала словами «Брат, возверзена Господа печаль твою, и той тебя пропитает». Но он не послушал их и резкими словами досаждал всем. Спустя несколько дней впал он в тяжкую болезнь, но и тогда не прекратил ропот и хулыл. Человеколюбивый Господь, который всем человеком хочет спастись, явил на нем чудную милость свою. Раз, лежа в постели, как мертвый, ореха после многих дней молчания, неожиданно для всех начал громко восклицать. «Господи, помилуй! Господи, прости! Господи, я согрешил! Все Твое, и я не жалею о потерянном!» Затем, тотчас ставши содра болезни, он объяснил братьям причину своих восклицаний и рассказал о таком явлении. «Я видел, — говорил он, — что пришли ко мне ангелы, о равной сонмище бесовской и начали состязаться по поводу украденного у меня богатства. Бесы говорили, — он не прославил Бога за это, но хулил, поэтому он наш и нам должен быть предан. Ангелы же сказали мне, — о, несчастный человек, если бы ты благодарил Бога за похищенное у тебя имущество, это вменилось бы тебе в милостыню, как Иову. Ибо кто творит милостыню, тот великую заслугу имеет перед Богом, так как творит по своему доброму произволению. Если же кто переносит насильственное похищение с благодарением, заменяющим благое произволение, тот имеет искушение от дьявола, ибо дьявол причиняет человеку лишение, желая возбудить в нем хулу. Но человек благодарный все предает на волю Божию, и потеря в таком случае равносильно милостыне. Когда ангелы сказали мне сие, я воззапил, — Господи, прости, Господи, я согрешил все Твое, и я не жалею о похищенном. Тогда бесы неожиданно исчезли. Ангелы же возрадовались и, вменивши мне пропавшее серебро в милостыню, отошли. Услышав это, братья прославили Бога, наставляющего грешников на путь покаяния, и возвестившего им о великой силе благодарения. Блаженный же Арефов, разумляемый Богом, с этого времени совершенно изменился к лучшему, как умом, так и нравом. Так что все дивились и говорили о нем с апостолом, и при умножении грехов преизбыточествует благодать. Кого прежде никто не мог отвратить от хулы, тот потом сам не переставал хвалить, во все дни прославляя и благодаря Бога словами Иова. Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно вовеки. Также и в прочих прегрешениях своих он усердно каялся, обнаруживая ревность в нелицемерной нищете, в послушании, не перед очами только людскими, в чистоте внешней и внутренней. Он подвязался в постоянной молитве, в строгом посте и во многих других добродетелях телесных и душевных, которым побудила его добродетель благодарения. Богатея добродетелями и преданностью Богу более нежели прежде золотом и серебром, он после многих трудов приставился в вечный покой. Он скончался не позднее 1190 года. Он положен с почетом в пещере и чудотворным нетлением своих мощей свидетельствует о своем блаженстве, равным блаженству милостивых, которые по слову Господа помилованы. По его святым молитвам да будем помилованы и мы, живущие с благодарением, и да удостоимся вместе с ним в Царстве Небесном благодарить Бога во Святой Троице в бесконечные веки. Аминь. Слава нашему, слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.